Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья, просыпайтесь. Да, мы напоминаем, что сегодня 24 мая, четверг. Этот день вместе с вами продолжаем встречать мы, Марина Гес. И Степан Арефьев. Совершенно верно. Да, и уже завтра во всех школах страны прозвенят последние звонки. А после будут выпускные баллы, они уже не за горами, экзамены. И вот тут у всех выпускников, у мальчиков и у девочек возникает вопрос, а что надеть на выпускной? Да, у родителей возникает сколько. Сколько это стоит? Вот прямо сейчас мы это обсудим с нашим гостем, но затронем пока тему только костюмов для парней. Да, у нас в студии Регина Корнеева, специалист по продажам, сеть магазинов, Лига Джентльмен. Доброе утро, Регин. Доброе утро. Регина, скажите, пожалуйста, какие тенденции нынче модны в этом сезоне? Фасон мужского костюма для выпускного может быть абсолютно любым. В зависимости от личного предпочтения. Модное решение это костюм тройка, притаренный пиджак и укороченные брюки. К этому всему можно еще добавить... Насколько укороченные? На середину игры? Нет, конечно. Насколько возможно. Вот, шорты. И стильный пиджак. Это все можно дополнить стильным жилетом. Ко всему этому можно добавить яркий аксессуар. Это бабочка, галстук или шейный платок. А вот что нынче модель, извините, Регин, перебил. Вот бабочка, галстук или шейный платок. Все актуально. Все актуально? Конечно. Хит сезона синий цвет. От яркого до темно-синего. Сочетание с серым. А клетка? Тоже актуально. Все можно. Все актуально. Мне кажется, вообще мужские костюмы, они мало чем друг от друга отличаются. Вот знаете, что? Ну, не знаю. Но вот как-то может быть... Можно какой-нибудь костюм такой вот необычный выбрать, да? Чтобы можно, допустим, было и на выпускной в него сходить, ну и, собственно говоря, и жениться потом. Потом и на свадьбу, и на выпускные экзамены. Потом в жизни использовать его как-то. Мы предлагаем выбирать классические костюмы черного цвета, темно-серого и темно-синего. Ну, чтобы они практичные были, использовались потом. Да, использовались. Дегина, наверное, извините, что я вас перебиваю. Самый главный вопрос для родителей, которые нас сейчас смотрят. Какая ценовая политика? Потому что мы понимаем, что это может от и до, но все равно средний диапазон сейчас каков? Мы предлагаем костюмы из пульвискозных тканей от 6 до 8 тысяч рублей. А, ну это абсолютно... С добавлением шерсти от 9 до 15 тысяч рублей. Ну, это абсолютно вменяемые сцены, да? И вот все-таки, знаете, ребенок, который заканчивает школу, он вступает в новую жизнь. И вот сколько нужно молодому человеку иметь, не знаю, пиджаков? У меня пиджак-то рабочая одежда, у меня их много. А вот сколько нужно иметь вот человеку, который заканчивает школу и поступает в вуз, костюм от пиджаков? Актуально сегодня приобрести приталенную модель костюма. Это укороченный пиджак и зауженные брюки. Пиджак от такого костюма можно носить с джинсами смело. Как так назвать? Кэжуал, да? Кэжуал. То есть, в принципе, одного костюма будет достаточно, да? Просто там... Достаточно. Не знаю, там джинсики менять, шерстики. Кукли опять же можно менять, уже все меняется. Ну вот мы же говорили там про галстуки, про бабочки. Тоже аксессуары меняешь. А цвет рубашки, цвет сорочки, вот как он имеет какое-то сейчас значение? Или тоже это абсолютно все индивидуально? Ну вот если вы говорите, да, что сейчас синий цвет, он такой наиболее модный, да, в этом сезоне, то цвет сорочки, да, абсолютно любой может быть. Можно разный подобрать, конечно. В зависимости еще от человека, от его цвета лица. И от его настроения самое главное. Все зависит от настроения. Вот я помню, когда я школу заканчивал, ну это было давно. В моде были бордовые пиджаки, туфли с белыми носками. Да, все мы помним это время. А сейчас уже, слава богу, по-другому. Ну что ж, большое спасибо вам, Регина, что проконсультировали наших зрителей. И все мы теперь знаем, что Регина Корнеева, специалист по продажам сети магазинов «Лига джентльмен», все рассказала и ждет всех гостей. Да, вот, кстати, после последнего звонка можно отправиться, ну, допустим, по городу погулять, в парке. А вот что интересного есть в парках, всем выпускникам прямо сейчас рассказывают дошкалята. Им слово.